Приветствую вас и для начала позвольте мне согласиться с вами в части вашего сообщения, где вы пишете, что чтение эстотических и автобиографических произведений это тоже своего рода созерцательное чужой жизни. Вы здесь действительно правы, но понимаете, и автобиографическая повесть, и исторические произведения расширят, когда они в мир, то есть когда они занимают такое место в человеческой жизни, что не заменяют, не замещают собой нечто другое, чисто личное человеческое переживание. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, что может быть плохого в соответствии с чужой жизни, как источник информации, полезной информации, я расскажу так. Многое зависит от, условно говоря, восприятия контекста того, о чем вы говорите. Понимаете, если вы наблюдаете за чужой жизнью в свободное время, вот просто в качестве досуга, то это действительно никак на вас не влияет негативно. И, конечно, здесь мы говорим о, как вам знаете, созерцательном процессе, чисто созерцательном процессе, как, например, скажем, некоторые телевизионные шоу, да, когда мы смотрим по телевизору какие-то программы, и видим там, как другие люди, значит, обсуждая свою жизнь, мы их эмоции видим и, ну, наверное, их переживаем. А когда же начинается негатив? И чего стоит избегать? Пожалуй, негатив начинается тогда, когда чужие эмоции, чужие переживания начинают заменять, собственно, нашим. Когда мы, стремясь к этим самым переживаниям чужих людей, на свою жизнь, начинаем обращать меньше и меньше внимания. Вот это очень плохо. И, к сожалению, в силу того, что такие моменты могут возникать в процессе созерцания чужой жизни, очень опасно это делать на постоянной основе. Понимаете, автобиографические повести и исторические повести – это одно. Там нет никакой эмоциональной, как таковой, окраски. Там нету, как таковой, никакой соинтересованности. Там есть просто, скажем так, факты и не более того. Только факты и ничего, кроме фактов. Ну, может быть, как бы это же и неописанно. То есть, повествовательный стиль. А когда мы наблюдаем за человеческими жизнями, мы видим их эмоции тоже. И эти эмоции, ведь понимаете, почему мы хотим наблюдать за человеческими жизнями? Потому что сама наша жизнь кажется нам пустой. Недостаточно яркой, недостаточно динамичной и так далее. И в краткосрочной перспективе нет ничего плохого в том, чтобы понаблюдать за эмоциями других людей. Но в долгосрочной перспективе это, к сожалению, очень плохо. Потому что это вызывает привыкание как что-то более яркое, чем то, что человек сам испытывал. Понимаете, есть таким образом четкая, но очень слабо ощутимая грязь между обычным, простым, досуговым социальным, когда мы просто наблюдаем, скажем так, отдыхая, например. И когда мы уже смотрим на человеческие жизни как на источник наших потребностей, как на источник удовлетворения наших потребностей. И вот это как раз очень плохо. Потому что это затягивает. Это затягивает. И затягивает очень сильно. Я думаю, что вы в своем сообщении преследуете, ну как преследуете, не совсем прям преследуете, конечно. Но в вашем сообщении звучит как будто бы такой, знаете, защитный посыл немножечко. То есть, ну что такого плохого в том, что мне, например, нравится, да? Что такого плохого в том, что меня привлекает? Но в самом деле, понимаете, если вам кто-то говорит, что совершать в своей жизни неплохо, то этого человека вам прислушать, вам слушать на самом-то деле не нужно. Потому что, как мы уже сказали, есть определенная степень. Степень того, когда это действительно наносит определенный вред. И до тех пор, пока эта степень не определена лично для вас, пока не совсем понятны условия, обстоятельства от того, почему вы хотите наблюдать за человеческими жизнями, пока не ясно до конца, какую цель вы преследуете, наблюдая за человеческими жизнями. Пока не ясно это, нельзя, нельзя говорить, что наблюдение – это откровенно плохое занятие. И, соответственно, прислушиваться ко мнению других людей так же не стоит. Ведь неизвестно еще, почему другие люди вам это говорят. Может быть, они тоже какие-то свои цели преследуют, и тогда вы вообще оказываетесь между двух огней. Это, знаете ли, еще едва ли не хуже, чем наблюдать за человеческими жизнями. Потому что так, когда вы выбираете сами, зачем вам наблюдать, а во втором случае, знаете, вы полностью подменяете, если угодно, значит, чужими желаниями свои. Это не есть хорошо. Поэтому оправдываться ни перед кем не нужно. И нужно действительно следовать тому, чего хотите вы. То, чего вы хотите – это правильно, это верно, это нужно, это, видимо, ваша модеренность. Но самая цель того, о чем вы пишете, именно как самая цель, то, о чем вы пишете, является не то, чтобы вредным, оно является потенциально вредным. Потенциально вредным и опасным в том случае, если вы не контролируете в должной мере наблюдение вот это вот за чужими жизнями. А контролировать это сложно, потому что если наблюдение за чужими жизнями дают вам те эмоции, те переживания, которых вам не хватает в реальной жизни, то, конечно же, в таком случае, вы будете стремиться как можно больше, как можно, я не знаю, там, чаще и вполне наблюдать за чужими жизнями. Просто потому, что вам это дает определенные, ну, скажем так, определенные плюсы. И чтобы вы не увлеклись этим, понимаете, вот это самое важное, чтобы вы этим не увлеклись, как раз и нужно себя ограничивать. Потому что, если вы увлечете, то будет вам масса негативных, я бы сказал, переживаний. Вот, в принципе, и все. А так, конечно, откровенного вреда, прямого вреда от этого, безусловно, нет. Так что, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Надеюсь, вы не будете использовать мой ответ в качестве аргумента для спора с кем-то, потому что, очевидно, что вы ведете спор с кем-то, вы ведете диалог с кем-то, и пытаетесь вот в нашем лице, в лице экспертов найти ответ на, как бы, даже не ответ, а найти еще больше аргументов для введения этого самого спора, но, к сожалению, а может быть, и к счастью, я не могу вас поддержать. Я лишь только говорю, что есть рациональное верно, и во всем нужна мера. А также, нужно четко отдавать себя шерстом, какую потребность вы преследуете в своей жизни. Простите, поиск информации можно найти и не в таком слишком соблазнительном для зависимости времяпровождения, а вот если вам именно это времяпровождение нужно, значит, вы что-то хотите от этого получить, и что-то, скорее всего, для себя. И если это так, то вы будете получать это, то, что вам нужно, именно, как бы, в качестве наркотика. То есть, пока вы наблюдаете, что с чужими жизнями у вас все хорошо, но твоя жизнь будет становиться все более и более пустой. Чтобы этого избежать, мне не нужно слишком увлекаться подобным времяпровождением. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok